Друзья мои, всем привет! Давно у нас не было рецептов, но мы наконец вернулись с нашего очередного кулинарного путешествия, которое скоро вы увидите на нашем втором канале. А мы сегодня с вами приготовим великолепную вещь. Грибочки с говядиной, втомленные в белом сухом вине. Поехали! И для начала, друзья мои, нам конечно же нужно грибы нарезать. Кстати, вот в этом блюде соотношение ингредиентов, основных это грибы и говядина, один к одному. То есть килограмм говядины и килограмм грибов. Грибов должно быть достаточно много. А грибы нам надо резать крупно, примерно на четвертеньки. А если грибочки очень крупные, порежем на три части. Да, грибы обязательно надо слегка промить. Лучше это, знаете, под проточной водой сделать, для того, чтобы лишний песок, там пиль, все это хорошенько сметь. Но скажу вам сразу, друзья, что вот много возни с водой гриби не любят. Поэтому под проточной водой слегка можно их прополоскать. Точнее не промить, а прополоскать будет правильнее. В целом, знаете, в Грузии вот таких блюд, где что-то в вине готовится очень много. Реально несколько десятков. Большинство из них родом из восточной Грузии. Вот из этого региона, где Кахетия, где вино любят и вина много. А в Кахетии часто бивают засухи. Очень часто. И представьте, засуха, воды почти нет. Там в колодце что-то еле-еле набираешь воду, ее нужно и животным давать, и детям давать. А что есть еще, кроме воды у людей, во дворе закопано квеври. Представьте, литров на 4 тысячи, их еще и несколько. То есть, воды нет, а вина вот так. Пей хоть всю жизнь, да. Поэтому решили люди, ну нет воды, давай попробуем все это в вине готовят. А оказалось, что это вкусно-то. Не только необходимость. И там достаточно много интересных блюд. Тоже блюдо, знаете, интересное, которое варится там. Цыпленок варится какое-то время в красном вине, потом обмазывается аджикой, запекает и на углях, на гриле. Ну, в общем, это все мы скоро попробуем. Лето близко. Смотрите, какой момент. Нам сейчас грибочки нужно слегка обжарить. Принцип какой? Мы это блюдо потом вместе уже все должны тушить или на сковороде, или в духовке в закрытой емкость. Вообще в духовке, конечно, лучше. И если мы грибочки обжарим, они будут намного вкуснее и цвет тоже блюда будет лучше. То есть, вот грибы, знаете, свой аромат. У жареных грибов другой аромат, чем у вареных. Поэтому их нужно подрумянить немного. А грибы отправляем на хорошо разогретую сковороду, чтобы они, знаете, сразу так заскворчали, как только мы их закинем. А грибы время от времени будем размешивать, чтобы они у нас не сгорели. А тем временем бестенько лук нашинкуем. И лук тоже режем, кстати, достаточно крупно, на вот так. Вот на такие крупные кусочки. Грибы, конечно же, выделят влагу, но мы сейчас дождемся, когда вот эта влага выпарится. Потом сюда добавим лук и грибы с луком вместе будем поджаривать. Все, отлично. Влага подсохла. Отправляем сюда лук. Отправляем лук и хорошенько размешиваем. Температуру убавляем, потому что если температура будет большая, лук быстренько подгорит, сгорит точнее. И начинаем резать зелень. Зелень, кстати говоря, в это блюдо идет достаточно много. Минимум по 50 грамм кинзы, петрушки и укропа. Дальше забираем примерно половину зелени, то есть достаточно много. Это не по желанию, друзья мои. Для этого блюда очень важно, чтобы потом ее свежей зеленью посыпали. Если этого делать не будем, блюдо будет не таким вкусным. Забираем зелень. И сюда мы еще должны порезать лук и чеснок. И знаете, такая специальная присыпка как бы для этого блюда. Что касается грибочков с луком, хорошенько их подрумяним, вот примерно вот так. Да, дорогие, хотел один маленький нюанс для вас сказать. Если вы заметили, тут у меня аджика, примерно 2 столовые ложки и специи. И тут какой момент? Вообще по рецепту конечно в блюдо идет набор специй, которые у меня здесь. Но так как вы часто мне говорите, что очень трудно найти хорошие грузинские специи, можно использовать только аджику, потому что в аджике уже есть все эти специи, которые в блюдо идут. Поэтому я просто это чисто для вас упростил. Можно взять аджику 2 столовые ложки, а можно по рецепту сделать и специи, но я оба варианта оставлю в описании. Кстати, по секрету вам скажу, что с аджикой мне нравится больше. Вкус знаете какой-то более сбалансированный, со специями более пряный. Но попробуйте с аджикой, тоже очень вкусно. Ой, отлично, уже слегка ужарились, грибы, лук подременили, все прекрасно. Отправляем сюда 2 столовые ложки аджики или специи, как вы хотите. Отправляем 2 столовые ложки томатной пасты и хорошенько все это перемешиваем. Пускай, знаете, томатная паста прожарится, чуть-чуть испарится, вот эта киселинка, которая у нее есть. Добавляем примерно 1,5 чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара. Друзья, тут иногда вы мне говорите, Зураб, а зачем ты сахар в блюдо добавляешь? Это вообще не обязательно, дорогие, поверьте, но сахар очень сильно балансирует блюдо, особенно в котором есть томатная паста. Вы можете этого вообще не делать, но я советую все-таки добавить чуть-чуть сахара. И отправляем сюда сухое белое вино. Смотрите, главный принцип этого блюда какой. Вот эту смесь, которую мы с грибочками сейчас подготовили, ее нужно идеально приготовить, то есть посадить вкус, пряность, соль. Потому что потом первый слой идет мясо, если мы будем это в духовке запекать, сверху вот эти грибы. То есть это все уже должно быть идеально сбалансировано. Сейчас минут 10 примерно нужно тут, чтобы вино прокипело, алкоголь начнет испаряться. Он до выпариться, когда уже будет в духовке, полтора часа примерно надо блюдо запекать. Перемешиваем. О, какой аромат тут стоит, с ног щибательный, невероятно. Обязательно пробуйте на соль и на специи, на остроту. Если что, аджику можно прибавить и соль тоже. Добавили зелень, перемешали, сразу черный перец. Сейчас пускай минут примерно 5 вместе все тоже протушится. Знаете, чтобы все специи, зелень, все это вкусы объединились. И отправляем все это запекаться. Ох, какой вкусный аромат свежемолотого перчика. Ну это, знаете, перец чисто по вкусу, но в это блюдо он необходим. Хотя тут аджика есть и определенная острота. Но черный перец придает пикантность, которой тут необходимо. Выключаем. Ну что ж, заправочка у нас готова. Сейчас мы должны блюдо как бы скооперировать и отправить запекаться. Ну, для начала, на самое донышко 20 грамм сливочного масла. Это обязательно. Что мясо касается, в это блюдо идет или телятина, или говядина. Но можно, наверное, любое мясо, друзья мои. Хоть птицу, хоть баранину, хоть свинью. Я думаю, грибы подходят под все. В общем, выкладываем первый слой. Выкладываем. Крубо насыпаем просто и все, ничего тут не надо. Вот так, слой мяса. И вот этот последний слой, это заправка из грибов. Разровняем давайте. Отправляем в духовку в 180 или 200 градусов на полтора часа. Пока запекается, быстренько можем присыпку приготовить для этого блюда. Берем лук. У меня красный лук, друзья. Но можно и белый. Обычно по рецепту белый. Он у меня где-то в закромах завалялся. Я его нашел. Поэтому нарезаем лук. Точно так же нарубаем мелко чеснок. Через чеснокодавилку его можно тоже пропустить. Но тогда слишком мелкие получаются кусочки чеснока. И так ярко в блюде не будут чувствоваться. Поэтому просто вот слегка вот так нарубим. Отправляем лук и чеснок к зелени. Тщательно все перемешиваем в однородную массу. Сильно руками не жмякайте. Чтобы зелень, знаете, все еще свежий вид сохраняла. Ой, ой, ой. Вот представьте, просто вот эта присыпка, как по мне, пойдет к любому блюду. Его даже на торт можно насыпать. Все равно будет вкусно. Все, готово, друзья мои. С тем, когда блюдо готовится в духовке. Прекрасно. Все у нас готово. Сейчас, смотрите, надо это все перемещать. Мясо, грибочки. Ой, какой запах идет отсюда. С ног щибательный. А как все это выглядит. Супер. Переносим порционно на тарелочки. Чеснокашвили вместе с зеленью и луком. Друзья мои, как вы уже, наверное, поняли, выглядит все как-то слишком, слишком аппетитно. Ну, давайте попробуем. Я, с вашего позволения, начну с грибов. Ой, какой цвет классный вообще. Вот сюда бы еще не шампиньоны, а какие-нибудь другие грибы повкуснее. Это будет вообще чудо какое-то. Давайте мясо распробуем. Ммм. 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 Слушайте. Удивительно вкусное блюдо. Не ожидал. Ну, давайте сейчас грузинский шот из пури. Ой, какой хрустящий. И прямо в сок его. Знаете, какой-то вот букет вкусов. Чувствуется, что это на вине сделало. При этом алкоголя тут нет уже абсолютно. То есть вот насыщенного вкуса вина нет. Вино чувствуется. Оно на фоне. Это очень вкусно. Супер. За эти полтора часа, что у нас в духовке было блюдо, грибы не разварились там и не переварились жесткими, не стали. Знаете, такие даже слегка похрустывают на зубах. Прикольно. А сок в блюде, это отдельный вид наслаждения. Вот этот бульон, который образовался во время тушения. Чудо какое-то. Если вы вино любите, тем более, это вот чисто для вас. И зелень очень подходит. Я понял, почему, знаете, вот в рецепте зелень должна быть у вас отдельно с луком, с чесноком. Очень к этому блюду подходит. Знаете, такой свежесть придает. Честно говоря, блюдо достаточно легкое в приготовлении и очень вкусное. Но это того действительно стоит. Полное название блюдо Кама Соко Хоцит. То есть шампиньоны с грибами. Но там другие грибы тоже. По рецепту можно любые. Но давайте Микама назовем. Будет прикольно. Кама. Такое название короткое. Кама. Ну, в общем, пробуйте. Я думаю, что вам понравится. Друзья мои, напоминаю, как всегда. Все, все эти ингредиенты, вся громовка, все в описании к видео. Потому что под каждым видео просто десятки комментариев. Знаете, люди мне говорят, подписчики. Зураб, все хорошо, но тебе не мешало бы позаботиться о подписчиках, написать ингредиенты. Ребята, они всегда в каждом видео ингредиенты в описании к видео. Они есть. Пожалуйста, научитесь заходить в описание к видео. Там под видео такая маленькая стрелочка вниз. Нажимаете и описание тоже. Но в закрепленном комментарии тоже будет. Последний момент, который хочу вам сказать. Блюдо лучше кушать горячим. Нет, холодное оно тоже будет вкусное, но горячим это самое то. Все. А вам спасибо, что были с нами. Спасибо, что всегда ставите лайки, пишите какие-то комментарии, пробуете. Это очень приятно. И с вами была Кухня с акцентом. До встречи на нашем канале. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.